Умники и умницы на августовской педагогической конференции подводят итоги работы за прошлый учебный год. Школу с серебряной и золотой медалью окончили 46 выпускников. В списке специального фонда президента более 20 стипендиатов. Наши учащиеся добились отличных результатов как на областных, так и международных олимпиадах. Весь прошлый учебный год мы учились и работали по обновленным правилам. Я с уверенностью могу сказать, что город Бобруск успешно следует новой редакции кодекса. В мае проведены два обязательных централизованных экзамена, по результатам которых получено 25 стубальных сертификатов. 8 стубальных сертификатов получены учащимися нашего города по централизованному тестированию. На конференции обсуждают также и дальнейшую стратегию образовательного процесса. Новшеств в этом году немало. Республиканский пилотный проект по питанию, например, и второй элемент школьной формы. При этом не обходится и без благодарностей. Традиционно в зале Дворца искусств чествуют лучших педагогов. Мне очень приятно получить награду. Я считаю, что эта награда не только для меня, для всего моего коллектива. И я хочу пожелать всем педагогам нашего города терпения, благополучия, здоровья в первую очередь, всего самого хорошего. Детская научно-космическая лаборатория ДНК – проект отдела технического творчества. На занятиях ребята изучают основы астрофизики. Покоряет сердца мальчишек и авиамоделизм. На выставке августовской педагогической конференции молодые конструкторы представляют свои разработки. Одна из них – дирижабль. Говорят, летательный аппарат легче воздуха. Я спроектировала и построила этот дирижабль из моделей вертолета и воздушных шаров, наполненных гелием. Было довольно тяжело приклеить эти шары. И надо было их постоянно подкачивать. Надо было припаять моторчики и плату. 3D-графика, лего-конструкторы, робототехника. Современные технологии постоянно обновляются и внедряются в систему образования. Это позволяет сделать учебный процесс более интересным. Новые возможности для учащихся открывает и школа блогеров. Проект за 4 месяца стал очень популярным среди молодежи. Это определенная профориентация подростков нашего города. Ребята будут поступать в высшие учебные заведения и будут в дальнейшем связывать свою жизнь с журналистикой. Подготовка к новому учебному году в стране подходит к концу. До 1 сентября остается меньше недели. Особое внимание кадрам. На работу направлены более 5000 молодых педагогов. За парты сядут около миллиона учеников. Первый урок будет на тему «Беларусь и я. Диалог мира и созидание». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.